Казахстан Официальные источники между тем тесно связывают имя Женбалата Мамай с российским националистом Александром Беловым-Поткиным, целью которого якобы является дестабилизация политической обстановки в Казахстане. По домыслам тех самых источников в рамках встречи Белов-Поткин будто бы насаждал Мамаю идеи националистического толка. Да, мы знакомы, я не только знаком с Женбалатом, а знакомы с другими молодыми и уже зрелыми, так скажем, авторитетными лидерами казахской оппозиции, в том числе националистами. Ну, насаждать Мамаю что-то было бы странно, но, в общем-то, для меня до встречи со мной позиционировался этот националист казахский, уже имел определенную известность, именно поэтому я, в общем, с ним встретился, находясь в Алматы. Во встречах Мамая с Поткиным, похоже, и заключается вся суть уголовного тома про разжигание межнациональной розни. Однако отчего-то поздно спохватились в КНБ, ведь с незаконного, в кавычках, события прошло уже более двух лет. Впрочем, подоплека тут, возможно, совершенно в другом. В 2012 году, в феврале, в марте эти встречи были, и два года КНБ молчал, не возбуждал никакого уголовного дела, не вызывал на допрос, и именно сейчас идет активизация. Понятно, за неделю идет активизация до подписания соглашения о вступлении Казахстана в Евразийский союз, это напрямую я лично связываю с этим. Иначе как-то комментировать эту ситуацию просто невозможно. По мнению казахстанских спецслужб, организованный Жамбалатом Мамаем, антиевразийский форум был проведен именно по рукотворному сценарию Александра Поткина. Однако, если трезво взглянуть на ситуацию, становится понятно, что в преддверии подписания трехстороннего договора о запуске Евразийского экономического союза, властям совершенно не нужно, чтобы кто-то шел в разрез с планом Нурсултана Назарбаева и открыто выражал свою негативную позицию. Комментировать там идиотизм данного поступка со стороны руководства КНБ и других спецслужб сложно. Они, в общем-то, должны показывать видимость работы, потому что диктатор требует каких-то жертв, странных, врагов нет, тогда зачем нужны все спецслужбы. Поэтому таким врагом временно может стать Мамай, завтра еще кто-нибудь. Несмотря на абсурдность предъявляемых Жамбалату Мамаю обвинений, статья, по которой возбуждено уголовное дело, одна из самых скользких и беспощадных в Казахстане. Карается лишением свободы до 12 лет. Изолировав на этот срок критика власти, чиновники смогут продолжить вершить темные дела совершенно спокойно. Мы знаем очень много примеров, как из свидетеля переводили в подозреваемого, дальше в обвиняемого. То есть, я думаю, это такой вот сигнал всем тем, кто активно сегодня выступает против создания Евразийского экономического союза. Только с этим я связываю. Больше ничем это связывать невозможно. 29 мая в Астане должно произойти подписание договора о Евразийском экономическом союзе. Поэтому как дальше пойдет дело по Жамбалату Мамаю, известно разве что Богу. Ну и, разумеется, Нарсултану Назарбаеву. Субтитры создавал DimaTorzok